МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире главное время местное. В Обливском районе определён победитель муниципального этапа конкурса «Учитель года». И в Красном Сулине разыгран кубок имени футболиста Геннадия Тевасова в честь его юбилея. А также вы узнаете о том, что ещё интересного произошло в отдалённых уголках Ростовской области. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Завершился муниципальный этап конкурса «Учитель года» в Обливском районе. Здесь стараются поддерживать традиционный образ педагога, высокоинтеллектуального, интеллигентного человека. Для стимулирования будущих конкурсантов впервые в этом году звание лучшего среди опытных учителей и дебютантов подкреплено солидными денежными сертификатами от главы района. Кто же их заслужил? Подробности у Надежды Перепелицы. Так вышло, что школа сегодня имеет женское лицо. Поэтому среди участников одни представительницы прекрасного пола. И в этом, согласитесь, есть свой шарм. А если они ещё и талантливы, умны и креативны, достойны восхищения вдвойне. Хрупкая Анна Винникова блестяще прошла все конкурсные испытания. Путь к победе был тернист. Сквозь заочный интернет-ресурс, эссе на тему «Первые шаги в профессии», создание проекта «Моя инициатива в образовании», конкурсные уроки и занятия. А самое волнительное и сложное задание ждало участников на завершающем этапе. Мастер-класс на сцене с группой поддержки, в которой выступали коллеги из других школ района. Здравствуйте те, кто любит читать. Здравствуйте те, кто умеет мечтать. Здравствуйте те, кто фантазии полны, кто хочет о многом узнать и понять. Всего 0,2 балла не хватило до победы учителю русского языка из первой школы Валентине Переходкиной. У нее второе место и приз детских симпатий. Анна Винникова завоевала титул «Учитель года 2014». Ей вручен диплом победителя и приз. В номинации «Педагогический дебют» признана победителем Светлана Алимова, инструктор физкультуры детского сада «Ивушка». Для поощрения учителей в этом году главой района из резервного фонда выделены средства. Мы вручили два сертификата победителю конкурса на 20 тысяч рублей и победителю в номинации «Педагогический дебют». Сертификат денежный в размере 15 тысяч рублей. Мы надеемся, что это будет дополнительным стимулом для дальнейшего участия в конкурсах, для того, чтобы педагоги повышали свой уровень, перенимали опыт, внедряли какие-то новые методы, что в конечном итоге благоприятно отразится на общем уровне образования детей нашего района. Огромное спасибо, конечно, моим родным за поддержку, моим коллегам огромное спасибо, потому что они не только морально поддерживают, но они мне еще и помогали во всем. Собираюсь в дальнейшем ехать в Волгодонск, где тоже хочу попытать свои силы, показать себя там еще. Надежда Перепелица, Михаил Космынин, специально для Южного региона. Учитель – профессия, ради которой можно рисковать жизнью, преодолевать немалые расстояния и терпеть любые неудобства. Именно так относится к своему делу Елена Марусевич. Уже 40 лет через реку на катере добирается учитель младших классов к своим ученикам. Они живут на острове в хуторе Задонье, а Елена Сергеевна – в городе Азове. В школе хутора более 85 лет, и за все эти годы самое большое количество воспитанников здесь было в 70-х годах прошлого века – 30 человек. Сегодня здесь учатся всего пятеро. Легенде сулинского футбола Геннадию Тевасову на днях исполнилось 75. Более 50 лет были посвящены команде «Металлург». В его честь друзья и коллеги со всей Ростовской области провели дружескую встречу на футбольном поле на Кубок юбиляра. На матчи побывали наши коллеги из телекомпании «Сулин». В «Красном сулине» Геннадия Михайловича знают все от мала до велика. Для него футбол – это все – и жизнь, и радость, и любовь. Более полувека отдано любимому детищу. Поздравить тренера прибыли команды из «Шахт», «Зверева», «Волгодонска», две группы из нашего города и все те, кто решил выразить признание этому человеку. Геннадий Теосов пришел в команду «Металлург» в 21 год. С тех давних пор, когда он навсегда связал свою судьбу с «Красным сулином», Геннадий Михайлович не расставался с командой. И уже тогда у молодого парня обнаружились черты настоящего тренера. Требовательность к себе, редкое трудолюбие и желание совершенствоваться во всем. В «Солнечном Баку», откуда Геннадий родом, футбол всегда был популярен. Среди мальчишек 50-х годов, без устали гонявших мяч во дворах, выделялся своей напористостью и умением забивать голы. Игрок широкого диапазона действий также отличался волевым характером, мужественностью. Решал судьбу многих ответственных встреч. Тот, кому довелось видеть «Металлург» к той поры, помнит, конечно, что огневой реактивный, превосходно владеющий дриблингом, постоянно заряженный на взятие ворот Геннадий Теосов был одним из лучших. Просто удивляешься его преданности футболу, его вниманию. Вспоминаешь, как он был внимателен ко всем тем, кого он воспитал. Мы продолжаем передавать его традиции своим ученикам. В 1966 году был признан лучшим бомбардиром первенства области и награжден призом. Футболисты «Металлурга» избрали в 1971 году его своим капитаном, а через два сезона он стал тренером команды. Рад видеть всех этих ребят, с которыми играл, которых тренировал, которые выросли. Я, в принципе, благодарен этому городу. Тут я женился, тут внуки, дети выросли. И все в красном, в Сулене. Я этому городу многим обязан. И если была бы еще такая возможность, я все равно продолжаю работать. И на благо нашего суленского футбола. Теосов был строгим, но справедливым тренером. Природный дар воспитателя, умение и знания специалиста и главное умение разобраться в самом запутанном вопросе делали авторитет тренера непререкаемым. Геннадий Михайлович очень много сделал для развития сулинского футбола. Воспитал немалую плеяду хороших, способных футболистов. Этот человек своего рода символ «Металлурга». Последние 14 лет он работает директором стадиона. Несколько лет возглавлял городскую федерацию футбола. Красный сулин может похвастать и уникальным достижением. Первая футбольная команда здесь была основана в 1908 году. Были времена, когда его футбольный клуб играл в Кубке России с самим московским «Спартаком». К сожалению, после многих лет расцвета футбол в городе стал медленно угасать. Единственной надеждой в последние годы являлась школа Олимпийского резерва «Ника», подарившая футболу Александра Данцева и Виталия Тимофеева. Администрация Ростовской области считает необходимым возрождение профессионального футбола в ряде городов нашего региона. Кто же, если не сулин, достоин этого? Далее короткие новости Ростовской области. Новости премиусе. В Матвеево-Кургане прошли ежегодные соревнования по пулевой стрельбе с пневматической винтовки. С окупок «Атамана» и «Лавайского» боролись команды из 17 школ района. Соревнования организованы и проведены командованием Матвеево-Курганского юрта при участии сектора по молодежной политике районной администрации. Стрельба и вылазь из положения лежа состояла из трех трубных и пяти зачетных выстрелов. В итоге третье место у школы номер два, вторые – «Большекирсановцы», а в лидеры вышла команда школы номер три – 48 выбитых очков из 50. Новость не святая. Лучшая защита – нападение. Эта истина лежит в основе штурмового боя. Всем необходимым навыкам бойцов учат в культурно-оздоровительном клубе «Новошахтинска». Эта отечественная система прикладного единоборства была разработана Александром Беловым в 90-х годах. Слагаемые успеха, натиск и скорость, поэтому штурм эффективен для защиты. В спарринге разрешены удары руками, ногами, головой, броски и сваливания. Ребята проходят серьезную школу. Это помогает укрепить характер, силу воли. Инициатива превращается в привычку. Новости Красного Сулина. Учащиеся Красносулинской гимназии номер один вместе с классным руководителем провели урок на открытом воздухе. Дети повесили в парке кормушки для птиц. Творения были созданы руками самих учеников. Юные любители природы очень внимательно отнеслись к выбору места птичьих столовых. Впервые такое мероприятие провели в прошлом году, и оно было приурочено к неделе начальной школы. В нем приняли участие все гимназисты. Возможно, их, к примеру, последуют все школы города. Вы смотрели «Главное время местно». Вела программу Таисия Киргеева. Увидимся в понедельник. Всем приятных выходных. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok